против м желательно если ты хочешь играть и ранее агрессии то надо брать сейчас какой-то сайланс и пытаться его загангать можно рискнуть сыграть реки мартиным и мура тогда герой планеты брейкер вот он герой против антимага на ранней стадии башек есть если получит ранее 6 мы не будет еще не манты ничего может просто зажать и запинать да и блинков тяжело против него уходить если ты под чаржем что там сиди си сиди си в прошлой игре показали то что они настроены на агрессию при любых раскладах даже если ситуация совсем не располагает для агрессии им пик они дают драться вот он тот самый магнус я увнеси даже аналитиков наших по-моему это не значит что я хочу стать аналитиком и на секунду ну тут магнус напрашивался как бы антимаг под бафом магнуса не самая как бы не самая такая связочка редкая плюс есть дарксир все все очень очень располагало сейчас берут на оффлейн дес уже занял оффлейн рисковый шаг ставить магнуса в мид и артизи отправят фармить антимагом мою мою но и по последнему бану надо сделать если увидев этого магнуса понимаю то что им когда разгонится фармить будет с бешеной просто скоростью особенно если мы на такую таких теншин там вообще будет не оставить минус тэмп ларка побоясь вот темп ларки что может антимага выключать даггера тычки да да ты физ дэмоджа хорошего который имеет тэмп ларка антимагу тяжеловато да и ранее агрессия будет опять же стэмп ларкой жесткой по суточной один даггер купить наделать там пару фрагов потом дизольт потом рошан и дикий сноубол со стороны cdc будет сложно остановить хотя на дефе опять же вот камбэкать ребятам из и g даже если у них начало будет провально есть чем в отличие от пика например cdc который был в прошлой игре там камбэкать было очень тяжело но и g отдают бразды правления своим противником руки полностью и тупиком я даже не знаю ласт пиком но точно не получится взять героя который бы как-то это дело изменил и g будут убегать и джи будут степеть и джи будут бояться ну а сиди и си у мужика уже макси взял к макушку мускай макушку это плохо неплохо смотрится он хороший но он плохо именно вот затяжной игре даже если что-то хотя ли что-то да ну тот же уставить и лучше подойдет арка если возьмут это будет провал потому что затяжной игре ммм но паска кстати еще хорош против интервью верны тоже но он точно будет затяжная игра а скаймак затяжной игре это юзлис полнейшей чеши и рост ах ах а а а сейчас и вот аппетит признался просто а сейчас бы пошла и аналитика и аналитики были бы очень огорчены потому что же надо было бы передавать слово комментатором а тут джеки рост заехал а они даже про него толку но джекира лично мое мнение заезжает здесь немножко странно потому что есть антимаг есть магнус который ну на ранней стадии что один что второй как бы такие себе ребята магнус он хорош когда есть кому выносить дэмэдж под его рпшки антимаг он тот который должен по идее вносить этот дэмэдж на его не ну как бы долгое время будет фармить вот какие-то баги баги вот и поэтому джекиросик он и вы будете пушить а вам кабины будут ломать слабо верится в такого джекира но посмотрим не получится закомбинить вакуум рп и туда же какой-то испад макропира то развалится вообще все что есть да такое ну блин камбу очень сложно бы удобно проводить потому что cdc очень мобильный скорее всего будет врываться там инициация будет идти от cdc и какой-нибудь клокверк там будет врываться очень часто будет постоянно барат рум где-то бегать эмбер спирит с получением там шестого седьмого плюс винтер вин короче cdc по пику смотрится гораздо приятнее чем и джи мне нравится от пик больше товарищей из китая посмотрим по лайном конечно расстановлена уже будет видно посмотрим дам по составчикам петер даггер будет играть на леоне the ppd сумаил магнус юниверс darkseer фир будет играть на джокеру и артизи на антимаги ну и cdc в интер вивер на q и к зим будет играть клокверком гардер на перед брейкере шики поиграют линой и агрессив эмбер спирит притаился в кустах артизи он снизу стоит ждет пока русский hard лейнер придет поставит вард доела ему стоять ушел так ну центришник ставится вроде как что-то почуял два мангу кукверка будет хорошо регенится тону из модный проблем точно не будет ли у минси дает практически фуллмана восстановленный на этот случай кларите есть четыре тангусы еще до манга конечно интересные придумали вот этой там который дает бафчик какой-то когда хочешь поражать делать дату динамич радует больше вот таких айтемов на самом деле дату очень динамичные могут сделать шмотки появлением каких-то шмоточек которые постоянно те могут дать их и по реген и мана реген чтоб не надо было постоянно бегать на базу персонажи с хорошими нюками становятся сразу более востребованными и кто-то становится более динамично возможно нужно ввести айтемы чуть больше айтемов на какой-то килл бонус ну типа есть блатстоун конечно который стакает но вот еще таких накидать немножко как воли и будет все неплохо не надо раз больше убивать еще урна конечно есть странно что в лоле есть такие шмотки они слабо помогают я представляю себе их не было мне кажется их не особо будет они как бы есть но эффективность маленькая если и шанс что-то никого не убьешь за всю игру опять у нас ошибка с сервером я так понимаю а какой шмот в доте крайне редко собирается ну-ка давай посмотрим что тут у нас есть чего очень редко в доте покупают блин в доте реально все шмотки покупаются достаточно часто я вот хожусь я не вижу ни одного айтема который можно было поназвать тотальным юзлисом бесполезностью и вот суток суток язык не поворачивается чуть ни один шмот вот таким вот образом оскорбить прям вот вот не поворачивается язык все шмотки но в дискорде разве что как бы не станут геник очень часто собирал причем на вот я и говорю то есть то есть его не опять я думаю тоже недооценен весьма то есть но тут не переходит час ту эру магов когда то есть там кинул дискорды там жестко с каким-то джеки россом наваливаешь и так далее да ну вот наверное единственный шмот из всех какие есть еще более-менее предкорды можно сказать это только потому что там сборка какая-то такая себе не совсем адекватная то есть шлем нужен тот который за 950 что за фигня вообще но там уже за это понятно что по логике может быть что-то и должно быть но смотрится это немножко нелепо когда ты там течение макдэмоджа покупаешь себе какую-то накидку за 900 который тебе просто там вообще никуда не уперлась там то есть тот же акторин ты покупаешь но у тебя куча всего дается по статам и персонажи которые покупают акторин они довольны а вот дискорды по статам такое себе у ее проблем не будет минус смайл а там еще и сверху на юниверсу нападают а у юниверсу нет ускорения а юниверсу сейчас еще свяжут а юниверсу связали он тангу скушил щит повесил умер сюда идет т.п. но толку от этого т.п. нет зачем он вообще развернулся можно просто да он даже если бы не развернулся он судя по всему съел танго он мог подальше затащить их подвышку ну да он мог через shift нажать но судя по всему где-то что-то не докладывал но все-таки это лан где-то видать что-то не это неправильно прожал должен был по идее нажать вот типа съесть танго через shift бежать дальше то ли shift не прожался то ли что и в итоге он развернулся из-за этого я не думаю что у него в планах было разворачиваться точно хотел уйти что-то не пошло а так да так были он прилетел и дал бы станчик уже аварама товар бы наваливал то знает чем бы все кончилось может быть разменяться удалось бы таки пароль с моим прям вообще непонятно то есть надо было просто уходить он решил еще что-то бакануть какой-то вы их дать за это получил в ответ кубе в подлинный и . но старин сумаил у нее 4 левел шок вэйв на 2 и он скьювер вообще не изучает я конечно понимаю но тут по моему даже вопросов каких не должно возникать что изучать конечно же скьювер причем в 2 и он сейчас ждет возможно ему придется выступать бафером антимага и на ранней стадии прокачать им пауэр и отправить его в лес с владмиром который быстро соберет артизи это кстати нормальная замутка то зря то есть антимаг при этом ускориться очень сильно и он будет много 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 фармить возможно даже может проигнорировать тот самый battle fury собрать сразу монта стоял что тут пока не ясно как будет хорошо посмотрим очень интересно очень это интересно это нестандартно как мини доте нестандартно это всегда вызывает интерес как играл по моему хвост был антимаги то же самое получилось выйдет я много всего конечно но типа на первом левеле макнус все равно до 20 на 20 я не думаю что про максив именно им пауэр так сильно решили стал все-таки он изучает скьювер но там по всегда можно взять на единицу то есть кивер ты берешь не на 4 на 3 и нормально и этого вполне достаточно чтобы ты все равно будучи будучи мидером ты не можешь себе позволить тупо бегать за антимагом и бафать его это проигрышная стратегия потому что два гор в одного превращается может сам к себе периодически на баф ну точно не максить это прям какая-то если ты его макси что-то да какие вообще тогда можно устраивать зарубы у маг ты так подрезали как урон с этого скьювера он не так много дамажит не только заканчивается вышли есть подков запрыгивает а как верка нет маны но у него есть манга но съедать как вы видите у него очень жестко блочат и без шансов убивают хорош хорош но фрифармящий на лайне антимаг это в корне нет конечно тело я честно говоря думал что там так виде у нас есть разгон бумаг ты посмотри на него 17 процентов надеяться не ушел не стал так вот по поводу антимагом 3 линии ну долго ему фармить точно не дадут это факт но то что ему в принципе дают фармить это такой себе мне кажется эмбер спирит там и верно и там еще могли бы три плой пойти попытаться навязать видео 5 раз какой-то экшен сумаил стрелся моего умирает сумаилу дают на войне ну извини здесь лин уже 7 уровня который тут же приходит реализовывать свою лагуну и не знаю кенток там же убили сумаил один раз то вот за счет всего же смерти он и пробавают дарину от стези купил что это князь сапог да у нее есть кольцо если вы не остановит он все равно доберется дпф раннего что хорошо покрепам после пф очень трудно его будет выловить то что начнет решили забить стратегия на самом деле очень даже хорошая то есть они решили не ставит риту против аэма они решили очень жестко загнобить мидера вражеского чтобы тому пришлось как бы пытаться как-то там камбэкать потом тема кто же долгое время в игре ничего делать не будет даже после покупки фон не может воевать он сплетит и соответственно и g очень долгое время будут находиться в роли догоняющих в роли вот этих вот ребят которые будут постоянно бояться и избегать файтов cdc будут иметь возможность убить расшана будут иметь возможность пушить товара ломать алейт у них очень хорош ли на купить себе какой-то агоним и антимаг будет уже не супер страшен ну короче говоря пытаться себе обеспечить максимально эффективный early game вот что делают сейчас cdc посмотрите получится ли да насколько это будет выгодно потому что кариношку и g ну очень сложно будет доджить саша там и магнус он опять в виду и торксира надо иметь ввиду и что там еще шоу и антимага постоянно который будет сплететь тоже надо как-то держать и да артизи кстати монобрейк уже в двоечку тумка путь здесь очень тяжело пошел разгон на артизи он сейчас просто блин кааааа свидается манга блин кааа он не юзает а че он делал он не знал что там на него идет разгон он же ж не видит правильно но клок же просто так не будет стоять и вытанковывать антимага мне кажется это логично нет тут тут на самом деле можно конечно винить артизи то что он не это неважно на карте нет то есть ни одного героя на карте нет нет я думаю что можно взять в расчет то что к тебе кто-то выдвинулся тем более если клок начинает просто торговать лицом и даже не пытается садом от более линии нет и на отсутствует это да согласен а наш не будет там торксира в топе элементарно нафиг не нужно вот кого-нибудь антимага убить и правда ну а потите не был осторожен за это его наказали решает собирать пт сейчас будет немного укрепляться магнус тут воевом пытался подформить чужие стаки таки помог таки помог да разгону смейл смейл уезжает питер даггер что должен останавливать это дело хигсон конечно так и есть пошел вейв можно еще и подкопать пальца нет пока поэтому спирит брейкеру предъявить нечего агрессивная дота пошла пошла вот сейчас я чувствую будет зеркальная ситуация вот здесь не лед вода ничьи и вот он разгон да пока что щемит сидеть и очень плотно своих оппонентов везде и повсюду ловят убивают не дает отдохнуть но здесь хотя бы я говорю еще раз разница между прошлым пиком команд так 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 виде у нас очередная агрессия потом чуть-чуть топпере есть танчик шоков и флокер доигрался и второй фраг для очень очень важный 500 голды практически у магнуса и пил копит копит конечно же себе на даггер надо ему стаки там мы сделали даст таки сделали и один стак он не сможет создаст ваша куэва пойдет наверно до базы сгоняется может просто и ботал пробудить на самом деле рядом находится курача свободный там тоже не случилось решил что и пешком дойду такого на артизе потом несется спирит брейкер тиммейта у нее нет рядом и верно тоже ультимейта нет поэтому нет смысла врезаться в артизе просто добежал разгон такой кулдаун маленький имеет поэтому причащается на топ так вот отличие между пиками и джи и сиди и си вот в тех картах в том что здесь есть чем камбачить сиди си в прошлой карте практически он не медлит и того чтобы провести камбэк лет у них может быть и сильный был но как перевернуть игру теми героями было совсем непонятно а вот здесь ну и ножка лютовая попытка выйти в спину встретишь с джеки россом джеки роста уровня пошел хукшот него и рядом петер даггер пошел подкоп понятное дело что джеки разобрались с помощью лагуны еще и спирит брейкер сюда несется и дает vision по так иран вот отменил отменил аккуратнее надо быть магнусу остается ему совсем чуть до даггера и умереть из будет очень неприятно получает им повар м о том уровне второго поэтому может спокойно фармить леса под ригину то у него хватает ее два колечка и супер быстро фармить это улучшить и лучше чем ничего у магнус доковырял доковырял конечно молодец и кстати с кибер он взял 2 вот это пауэр ускоряется м а пока у нее нет да 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 потому что у артизи все конечно не совсем плохо но не то что хотелось бы его пару раз убили ну точнее пару раз напрягли один раз убили и уже 4 200 net force то надо пошустрее стараться бфчик то юлины еще появляется средство контроля небольшое питер даггер пытается выформить себе 6 уровень в медле часа экспица подходит долина привезли магнуса откопа уже нет задувка отлины в этом лучше отойти снова артизи получает power и отправляется на фарму то чем я говорил будет при блинки ваться в мид получать им power идти формить правда зачем он идет на топ не ясно тому явно ничего не светит можно будет пытаться сейчас магнусом через рп что-то замутить медленно нет страма странноватый мув шелся персик закончился этим пауэром по сути на пачку крипов всего-навсего немного немного а сиди си пытается оккупировать мид кого-то народа тут привезли у нас винтер виверну в интерферс пошел ой 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 как флаг вверх как хорошо врывается двоих моментально минусули побежали за фиром поймали еще и сумаила сумаил рп свою за не хочет фир чего заюзать в принципе не может четвертку нас разваливают шики и где-то я подобную картину уже видел по моему это зеркальная катка предыдущий в обратную сторону 310 счет алена сейчас все преимущество на стороне и сиди и си вес план тысяч это конечно не колоссально много и с аэмом всегда камбэк и зрел тут никто спорить я думаю не будет что этот лин это неприятно для него конечно отпрыгивает до бы еще появится не скоро порядочно надо выформить пармить он боится править надо свои лица мне кажется зерема вражеские пытается но в свои леса тоже фармить как мы видели до этого в своих лесах как раз таки противников больше чем в чужих поэтому он тут и ошивается и кит на тебя нападает именно в твою сторону пытаются забрать агрессиво может быть своим guard должен закончиться и только тогда потому что по-другому вот точно не убьют нужен обязательно мэджик дэмэдж еще и магнуса дабл дэмэдж в бутыле вполне вероятно что получится убить через р.п. сейчас палец агрессив р.п. прыгает антимаг пара тыча камбар спирит уходит и выживает закинул еще один ремнант и улетает ст.п. а о чем она будет пожалел на самом деле я чуть не понял это бы немного и бы спила с толку куда опять же артизи долг линклс и чё-то первое он же фуловый кстати в это время разобрались дарксиро мы забираю сейчас еще и леона очередные минус 20 и 7 вот это попыточка убить героя точно такая егэ и сваливает отсут почти бф у него есть на базу как 1400 мужчина 2 форме то есть на 15 минуте по таймингу нет отстает на 2000 летворс от лины а не стоит звать еще и про эмбер спирит который там тоже может многое начудить ну пока что эмбер спирит немногим больше на фармал не вообще как бы даже меньше форсу так что джим более-менее нормально живут у и джим огромнейший пика том что их герои не нуждаются в каких-то супер шмотках вот дагер есть у магнуса круто куб тебе еще что-то молодец не купит ничего страшного достаточно того что он имеет вполне взять дарксиро дарксир ну вот у него даже ни хрена нет он форс себе еле-еле наковырял уже хорошо если что он может всегда себя просто ускорить дать вакуум было бы конечно круто иметь дагер но вот он пор взял тоже пойдет потом джеки роз этого вообще пофиг на этом также если что-то купит такой то юли что то будет круто но нет так ничего страшно с леоном конечно было бы круто дать дарксиро спал так был диппд возрастает в разы с появлением дагера на леоне вакуум я певцом а его пиктимы охлаждения ущел виновные сайта и смертью попасть и ночью отчего отраться нет не хочет не хочет а при этом я просто доходите к вести тут так и че не дать может быть он и хотел что то заведут было бы на жпд деле даже неплохо импунетель раздуплиться разгон и станы 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 кита винтер с керсой прочие штуки и рожьи и это space не ждать и спад сразу же его при этого ли приговорили все время артизия стоял вот тут тут он смотрел на замес или что я не знаю он не формил конечно странновато немного с его стороны потому что времени не так много о подрасте ну да да и блин картизи очень быстро набирает расстояние там когда очень маленькая поэтому мансить может и если у спирит брекера был разгон этому убили бы потому что там фистами он мог стать офис ты про макшен это три секунды дизей было с дабл демоджем он в кабину вписывал сразу и просто разгона не было поэтому эмбер не стал так и вот они вот они с таки попыточкой как ты за пола гладбера нет он не выстоит вот владмир вряд ли бы помог отхиливаться про такого напаса тут только тычку назад тычку назад тычку то крысу оформливать владмиром тоже ничего бы не срослось он по ул да вот вот так вот так вот можно и нормально падает раньше это ничего страшного чуть больше времени потратить но в его то ситуации думаю тело на это что чем занимается артизи тут артизи нужно дофармливать он очень хочет сейчас получить свой клеймор надо быть правда немного аккуратней помогает ему тут всей командой он сейчас вообще отъедет там сплэш намазали его флаской не отъедет он чуть-чуть чуть-чуть это чего толк это все происходят георгиев чеки эти противные не хотят отодаваться всего есть бф наконец-то и раке является фармить в сумму сара длина с этим временем как бы не фармил царица фармич а вот так звучит на самом деле забавно но теперь ну как сплит пушить еще может то есть если раньше он сплитил так себе то сейчас бфчиком уже посолиднее все это дело смотрится а вообще да он до этого фармил и сейчас фармит и он всю игру будет фармить вся игра как в артизи будет продаваться из фарма да и велджиниус будет дефаться только так ним на хайграун будут заходить уже непосредственно угрозу какую-то создавать для бараков и так далее до этого хотя он шире хотят потопить т2 р пашечка привести войска есть разгон вот разобрались с одним пошли чинцы ремни ничего тут предъявить больше ничего эйбер забираетесь лиона шоу юл там ведь лагунка а испорт неплохой кстати а подступил своего противника не дал забрать универсу не ждать прокат перед смертью но пользу от этого проката маловато не знаю что было ли т.п на самом деле этого все равно потеряли с какой защиты тизи будет собирать ладмир это сари как юниверс пармит просто иллюзии эмбера то это максимум выжить ситуации не ну это правильно по сути все же еще не потеряно ничего то есть играй 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 какой-то удачный вакуум по пятерым рп и антимакс под импауэром сотрет там все это движло вот это вы никто не отменяет и думаю и велджинилс вчера также играли против вирту спро их задавили было 14 тысяч преимущество сейчас еще только пока десяточка преимущество одессе есть и вчера 14 компакт или вообще на изичах разгончик у нас идет на м а там интересно что он еще и продолжает бежать но уже по-моему надо отменять спирит брейкер но не принес его пока еще отъехал леончик коня перифон вот и отъехал просто за текст и бежать на самом деле не знаю чем там осталось еще подкапывать надеялся убить что ли ну ну да спирит брейкер вряд ли бы бежал в соло разбираться с артизи похоже было на залет реально очень сильно похоже было на залет но в итоге клокверк может с километрах укшотиться в этом ты пол что вроде как он и не дал не близко но а с и он уже пишет тебе в спину пирожа свой ключик твоего горла что владмир рецепт есть есть сейдж маск остается пять сотен доформить это конечно не сильно бустит аэма ну чуть-чуть усиливаются способности сплит пуша файтится он как не мог так и не сможет с этим владмиром так вот есть разгон на ботом артизи менял артизи постоянно боится он прекрасно понимает то что небольшая задержка где-то на лейне и для тебя все может плохо закончится тебе уже несется космическая корова на там и эмбер спирит с траволами да эмбер спирит уже начинает антимага перегонять по надворцу длина таки вообще там шоколаде пошел хекс проведаем через пальчик айспэд ну добиться хоть кто-нибудь ай ай я поднял таки задоджил реверсполяритис умоил не пропадать своим ультимейтом артизи развалился клоквер байбэкнулся фир должен тоже погибать откидывает айспас перед смертью на этом все или еще не все вылетел с чеппорта леончик даггер оказался самым шустрым добить было клока надо было моментально тычку должен был бы еще делать аэм а вот то что так сильно контрит антимага реверна на начальной стадии это печально и потом она тоже его очень сильно контрит ну лин еще дала лагуну на две трети хп это неприятно натиск стержать будет очень тяжело даггер аут брекер подшат плейдом тут уже разгона колдует махнул вот покушать есть колба есть айспэд есть бакуум неплохой кстати ой хорошо так как раз кастовались ну вот и забрали первые плоды хорошо пока гардер стрял его походу здесь тоже отпускать не собирается маны у него не имеется айспас попадает и это еще одна смерть камбэк камбэк три остались на самом деле громко конечно говорить сейчас пока камбэк но то что сиди сейчас приспустились небес они подумали что они уже неубиваемые и тут им объяснили моментально что айспэд и все это дело в вакуум работает на любой стадии игры артизи под им пауэром носят очень много дэмэдж 98 плюс 110 200 урона на двадцать четвертой минуте это много а это еще у него проблемы с так спидом скоро ты это проблема решится когда у него появится монта старого будет заряжать очень очень больно и много что ему сейчас вышку сюда да выбирает вышку тп заставили отменить и владмир подъехал этим магом у него уже 1000 сверху он сейчас яшу соберет буквально я думаю минуту за полторы может и быстрее переключаются егэ на топ ли они все-таки переломить ход игры уже более уверенно себя чувствуют на не на самом деле это и правда камбэк потому что они получили ну трешку золота по экспе думаю больше получили гораздо по экспе разница и была не сильно большой и то есть как ему вот забрали ну если антимаг сейчас ман замановой детки ну 1108 он получит такое количество денег это да на магнуса не дает ему просто боже как вашей еще миллионов башей бам 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 баш на башем что магнус убили это неприятно 40 секунд он без байбека пищу урона твою мать за секунду пошел дальше уничтожает пикер помать ее передалом пакетиво не факт что заведет не разгон конечно же об этом не знает но он наверное он более под шадо блэдом этот разгон идет по пик но есть в интерске арсс и поэтому артизи не Как и Питер Даггер, конечно же, но ему, правда, копить не на что-то было, он просто умирал спокойно, даблкил от Эмбир Спирита, у него тоже есть БФ, барабаны, травела, тысяча на руках, Дмитрия в это время забрали еще и Юниверс на Дарксире, печальненько все, он байбек у АМа нет, он успел закупить себе Блэйд оф Аллакрити и банд. Вот, Яшечку как раз доделывает. Яшечка и по приятней. Кстати, там говорили про шанс псевдорандома, то, что, мол, если ты забашил следующий шанс баша 0, он как-то, по-моему, Гардер с этим не согласен. Разогнался, по-моему, дал следующий баш, заультил и дал еще один баш. Не, ну, в принципе, спиритбрекер на то и рассчитано, это герои, что он будет постоянно держать дизейблик. Как бы, у него первый скилл на 2.4 башит, ульта у него башит, пассивочка тоже должна между делом срабатывать. Сильно удивляться всему этому смысла нет, но просто надо... Мне кажется, единственное, что нужно сделать, хотя у этого спиритбрекера урон немножко подрезать. Так вот, аспад, ист, возят, а где АМ в это время? АМ в это время бьется Абкоки, ему очень неприятно, забрали Сумаила. Да, казалось бы, поймали Клокверк, кстати, Клокверк практически отъехал, но его успели, так что жить он будет. Афирую Лагуной прямо в лицо, Дарксир этот поймал, но у нас Агрессив не отпускает Юниверса. Эй, Дартизи такой, ребята, спасибо за Спейс. Ну, он еще побил за сам Абкоки, так что Спейса практически не был. Решил поучаствовать сначала в файде, потом, потому что не выходит, и лучше сместиться. А, нижний лагерь просто отдадут. Уже надо отдавать без вариантов. Ух, Димахта сколько денег заработал сейчас. Если бы не падала линия, это было бы, конечно, совсем топчик, но флайн падает. И вот сейчас бы подраться, вот сейчас бы, конечно, нормально подраться на хайграунде у себя, но нет. Я тут в таверне, без Дарксира воевать не вариант. Все, отспили, сразу же идет разгон, сразу же тпшится. Ну, у него еще крипы тут на базе, поэтому он еще и подфармит. Ну, кстати, слушай, почти ультимейт торп. Таше домоточки-то не совсем плохие. Плохие просто дела по лайнам. Шайлайн потеряли. Да Магнус в какашке полный. Смотри, на него 6800-нетворс его и верно догнала. Это как мидер смотрится очень уныло. Я понимаю, что ему шмотки не нужны, да, но... Согласен, да, согласен, конечно. Какие-то айтемы все равно желательно иметь. Там, намек на рефрешер какой-нибудь. Тот же Спиритбрекер не позволяет Магнусу нормально рпшить, так как сразу делает на него разгон. Просто и убивает его, самое печальное. Ну, а Магнусу что-то нужно с этим придумывать. Рошана спилили под медалькой, без шансов. Лина еще с Аксалинкором в ПД. У нее теперь и манна-то, по сути, кончаться не будет, если так подумать. Ладно, как ты не испытывала проблемы с этим делом. Конечно, мог бы быть... Я имею в виду то, что антимакма навоидом уже. Успел отпрыгнуть. А СП от основили гардеры. Ну и просто упрыгивает, понимая то, что вряд ли здесь гардер один. Надо делать просто серию тэпаутов отсюда. Не знаю, что они даже ждут. Разлетаются вроде как, да. Все разлетелись, Артизи уже фармит ботом. Близок к Монтостайлу. У него, конечно, есть бонус. По-потому теперь крипы всегда рядом с базой. Ну да. Маленький, но бонус. Ну да, можно туда еще пару лайнов потять. Там вообще постоянно рядом с базой крипы. Кажется, что Илюха из Virtus.pro иногда просят своих. Ребят, давайте лайн отдадим. Когда я смогу спокойно на хай-граунде пофармить. Иногда это и правда помогает. Если противникам нечем завершить, но в этой ситуации, конечно. Терять линию неприятно на такой стадии. Разгон Ангардера. Прожимает ужас свой Сильвер Рейдж, который вырубит пассивку АМу, если что. Неприятно. Есть Монтостайл. То есть потихонечку АМ выходит на свои крейсерские айтемы, которые должны быть у него к этой минуте. Но пока, конечно, не хватает. А вот он и вылудискорд. Как заказывали? Собирает Джекироса. Если все хорошо получится прокастовать. Под портами, конечно, CDC будут штопаться только в путь. Ну все, сейчас из базы уже ЕГЭ вылазить не будут. Они один раз вылезли, погибли. Теперь вылазить все. Совсем нельзя. Только драться на базе. Иначе, если они теряют вторую линию, так же глупо, как первую, можно уже будет писать ГГЭ. Привет, Ортизи. Лина. Что за наглый выпад это был? Объясними, ну куда ты идешь? Еще и в виде Лина, он просто при ней нагло прожимает Монтостайл. Это была фатальная ошибка. Конечно, антимага Байбека у него нет. Магбус с удалей. Ой, 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 зерпэшел, зерпэшел, айспас. Жакира прокат, Старкс, стенка, стяжка, хорошо, но выбили пока только ЕГЭС. Распиритбрекер очень побитый, должен, по идее, он погибать. Также очень побитый клокер, пытается уйти с телепорта, дал тычки последний айспас. Какой же царюга, все-таки Фир, как же он поймал этот момент. Получается минуснуть двоих. Пуш потенциал не очень сильный у СДТ. Т-3 Тауэра они долго будут грызть. Поэтому здесь еще можно пожить. Айспас, накидывает, накидывает кучу грязи. Фир, просто батя, просто тянет эту команду за уши. Грызут, конечно, Лина там под стаками, очень жестко, так спит, имеет ее отхиливают куб. Тайс пластик очередной, брызы, вакуум, надо прюнуть еще желательно. Его приговорили, но... Желательно в эфире на самом деле убить, там торсир не столько мешает, сколько фир мешает. Ой-ой-ой, походу вот эти два товарища тоже плыли, агрессив... Подожди, а где М? Где М? М должен быть где-то тут, просто мы наводим, да, так есть вот, забирай. Трик, Монтестайл пошел, увезли Лину, сейчас должен быть Чаилл. Антимакс, тысячи триста получается. Просто тысячи триста. Айспас, не успел. Чуть-чуть не успел фир. Так бы можно было бы еще один фраг. Ну, даже Тауэр не потеряли, по сути. Очень-очень-очень неплохо. Казалось бы, там, ну, все было в полной заднице, но нет, выкручиваются. Уже начинают выкручиваться, я вот вижу, как... 20 тысяч по-прежнему преимущество, конечно, это очень много, как ни крути. Но зато, если АМ сейчас доберется... А что он собирает? У него ультимейтор появляется. Я думаю, Линкен, чтобы его в Юлы не подымали. Ммм... Антимагия, может быть, пока лучше тогда было собрать? Линка еще против Винтерскерса работает, помимо Юл. Там, скорее всего, наверное, даже против Польши Винтерскерса не живет. Потому что, если его Винтерскерс садят, то там ГГ выпила на тебя просто влетает Лагуна. Там разгон на тебя тоже не повесить под Линкой. То есть, если на тебя разгон вешать, Линка сбивает. Нет, Линка мастхэв. Но она же так неприятна для АМ, какая там просто сам по себе. Потому что по статам очень скудненькие. То есть, чисто вот ради вот этого... Ультимейторп хотя бы, это уже неплохо. Ну, да. Если быть оптимистом, то Линка вполне неплохо уж мог. Так, конечно, пять кастарей вбухивать в те статы, которые дает Линка, это провал полный. Но иначе ты просто будешь постоянно... Вот это вот разгон Спиритбрейкера, Винтерскерс, Юлы Лины, а там скоро еще какой-нибудь Хекс появится. В поле есть Даггер. То есть, Линка еще не факт, что спасет. Но хотя бы вот каких-то гангов таких будет спасать. Опять же, Линка с любого расстояния сбивает с обычным разгоном Баратрома. А, в этом-то и прикол. То есть, по-хорошему, если с ЭДСи будут грамотно играть, Линку сразу же может Спиритбрейкер. И потом Лина прыгает, Юля, ты иди сюда, дорогой. Про касты пошли какие-то там, и Клокворки врываются по таймингу и т.д. То есть, с этой Линкой, в принципе, бороться можно. Но Артизи верит в Линкен сферу. Артизи верит, что она ему поможет. Сейчас он хоп, Скай ДСи купил. Как-то вообще путь дико. И там на камере показывают, как под столом этот Артизи был укушен в Этернал Энви. Просто никто не видел. Теперь он будет всегда покупать Скайди на всех. Артизи как-то вот перебежки добирается по Блинклсу, по Блинклсу и решил вернуться на базу. Не смог ничего там найти. Да, кстати, что у него там по байбекам? Байбек у него имеется, если что. Вернуться в файт может. Аганимчик бы еще, Джеки. Вообще шоколадный, но... Ну да. Раздел фантастики. Фир и так. Укшот в Артизи. Нужно прожимать Манта Стайл. Скидывает. Ой-ой-ой. Лагунка-то не дошла. А, к сожалению, для него. Но он опять вслепую Блинкается на какой-то хайграунд к Эншентам. Ну что происходит? Артизи играет слишком сильно боковато, скажем так. То есть он сначала здесь в крысу передвигается 20 секунд. Вот здесь просто в крысу, наверху, под Т2 врага, по лесам. А потом просто вслепую берет и прыгает на Эншентов своих. Что это? Я не знаю, конечно. Может быть, у какой-то информации есть, что их 100% там нет. Так нет же, вижена на карте ты не знаешь, где враг. Ну подожди ты на хайграунде 20 секунд. Пусть появится где-то корова, Лина, неважно кто. И потом ты пойдешь. Но нет. Вот так. Мидл вышка почти мертва. Задефаться, скорее всего, смогут и появление Артизи без байбека. То есть фортификация еще имеется. Есть крепочки. Не так уж прям чещур быстро пушат. Бежевый барак сейчас упадет. Поехал Катапульта. Три насмерть брекера. Просто вперед. Получил время, кстати, в лицо. Так что-то нечестно. Бежал в инвизии. Завыявили. Кстати, антимаг сейчас нормально вытанковал. То есть, ну, его реально били долго. Ему пришлось на него многое потратить, чтобы его забрать. Там лагуна больше половины КП сносит. Опять. Да, этот блин. Куда? Ты блин тусы и решил идти назад. Я не понимаю его. Вот я честно скажу, я не втупляю, что происходит. И не трещу у нас происходит. РПшечка. Я на очках эмитерсперс сразу юзает. Больно очень. Ну и получится вот это взять. Артизи. Артизи байбекнулся. Он не знает, какого за ультить. Ультить можно только потовой, а спиритбрейкер. Можно спиритбрейкер ультанусь, но его, судя по-моему, уже ультанул. Он уже ультанул спиритбрейкера. А он уже ультанул с него. Анимация хрен поймешь. И опять каким-то непонятным образом, но за счет байбека на антимаге получается задефить. Горем пополам. Пуш потенциалу сидит. Очень низкий. Поэтому так долго получается задефить. Прошлую лайн, которую они потеряли, потеряли. Так как очень глупо, вне базы многие понаотдавались. А тут отдался только антимаг, и тот байбекнулся, поэтому... Я все равно играю в Артизи. Я просто смотрю за его мувом. Он идет сюда. Он убивает здесь пачку хрипов. Делает блинг сюда. И потом понимает недалеко, и начинает пешком уходить назад. Рядом стоит просто в инвизии. А может он специально фиданул, чтобы противники пошли пушить, а он такой байбекается, и они такие... Опа, камбек? И перед этим наверху тоже, точнее, в мидле он специально... Короче, Артизи это как Акс, который агрит к себе на хайграунд. Только агр работает, кому он нравится. Ну, тогда у него байбека не было, чтобы байбек был. Поэтому, может, он так подумал, что... Не, ну, на самом деле, иногда можно так задать своего противника. Ты там, типа, отъехал. Обычно под фрагов всегда идет пуш, а тут у вас Опа и байбек есть. И узнаешь, дерешься, и на хайграунде, если вы гораздо сильнее. Но тут, в любом случае, ничего такого, по сути, не произошло. Вообще равно получали, и все. Перед брейки, ну, не сверх страшно. У него еще скоро БКБ. Лина уже БКБ купила. Блин, как же тяжело, как же тяжело. 25 тысяч золота, 25 тысяч экспы, 38 минут игры позади. Держатся, конечно, ЕГЭ в очень-очень сложных условиях. Пытаются как-то выкручиваться, но и последний, походу, вот этот замес у нас будет. Я не уверен, что CD и C пойдут на хайграунд, пока жив антимаг. Они побоятся, как раз, вот этой комбины. Там, конечно, куча блокинг-баров есть и так далее. Но, в любом случае, боятся есть чего. То есть, макрапира, С, стеночка, АМ. И это все может рассыпаться моментально. Поэтому они подождут, когда кто-то ошибется. И они пытаются опять через спирит-брейкера все это дело реализовать. Я, по крайней мере, не шел на хайграунд, пока АМ жив. Разгон на Фира. У Фира байбайк вроде как имеется. Добегает до нее корова. Засейвить его здесь не получится. Еще и гем дропнули. Тул Хекс. Гем забрали. Надо бежать отсюда. Артизи 1700. Нужно увеличивать количество своего здоровья. Сейчас байбэка уже не будет. Надо так, чтобы пережить эту как-то лагуну и так далее. Ну, как в Винтеркерсе все равно не переживешь. Ну, поэтому и тяжело. Поэтому и тяжело. Поэтому он хочет себе купить линку, чтобы в случае нападения как-то может быть после линки еще БКБ взять. И там уже как-то можно стараться. Рошан убирает. Угрейсив. Походу, тоже решил себе купить что-то похожее на линку. Это Скади. А, и да, кстати, Скади точно. Точно, точно. Это торпуфеном. Я так смотрю на пик ЕГЭ. Думаю, про кого там вообще эта линка может быть полезной. Малдин, нафиг не надо. Это Скади. Ну, Скади неплохо. Будет попасть. Хотя, честно говоря, Скади на Эмберспире. Смотрите, смотрится тоже ни рыбы, ни мяса. С таким же успехом можно себе сатаник купить. Почему на Эмберспирите никто сатаник не покупает? Ты же, когда фистами прыгаешь, ты же хилишься. Все, кто не в курсе. Так, Юниверс, Фурстафом. Шот. Чир. Фурстафом вытопнули нормально, жив, целый орел. Ну, потому что Эмберу стараются собирать что-то в дэмэдж. У него тактика бесконтактного боя. Ну, он Скади же дэмэдж не дает. Там какими-то. И при этом статы на дэмэдж. Да, это проблема Эмберспирита, что он не контактный боец. Ну, типа, замедлять при помощи Скади. Да, там, ну, он дает по дэмэджу сколько ловкости? 25 по дэмэджу. Сатаник, это с одних фистов можете фулл хп сделать. Вдруг погибаешь, прожимаешь сатан, делаешь фисты. Или даже без прожатия сатана. Ты много восполнить хп. Короче говоря, я за сатаник, нежели за Скади. Если че вот в этой ситуации брать конференном. Пошел разгон. Бакум. Неплохой, кстати. Но РПшщики не было. РПшщика сейчас в одного шейки. Тут же спиритбрейкер результовался. Очень больно пытается уйти отсюда. Как-то смейл, но, по-моему, не отпускает Бакума. Да, его приговорил, конечно, Агрессив. По-агрессиву только запланы при покупке этого Скади увеличился. Мана войдет в него. В него, если что, есть байбэк. Поэтому даже с него не страшно. Ва байбэк идет от EG. Артизи под фокусом. Хукшот. Артизи отпускает. Хогами подтолкут. Льв, колошматила. Просто все стороны шикарнейших. Контроль со стороны CDC. И здесь они не оставляют ни единого шанса своим оппонентам, разваливая ровоз за другим. Ух, да. Минус 7 или даже минус 8 в общей сложности делали. Ну, они уже вели очень сильно. 40 тысяч преимущества заканчивается игра. 30 у них было до этого захода. То есть там перепак лютейший просто. Полый мидер у EG. Радует то, что у нас сегодня... Ну, как бы, если бы не такое позднее время, было бы еще круче. Но все игры с хорошим противостоянием. То есть нет, как бы, игр в одни ворота. Именно по встречам. То есть у нас одна карта была в одни ворота. Ух, да.